Это образно. Что делать? Что... Как дышат мальчишки? Это очень похоже на дыхание духовика. Я бывший духовик тоже. Это мы набираем в живот. Дыхание и потом медленно спускаем. Но мальчики просто от природы так дышат животом. Они не задумываются об этом. Что мы должны сделать, если мы уже решили научить кого-то правильно дышать и опирать? Нам нужно и мальчику, и девочек перевести на нижнее реберное дыхание. Что это такое? Сейчас. А самое главное, я не знаю, почему мы не задумываемся об этом. Сейчас эта штука. О, как мне нравится этот скат. Вот это диафрагма, наверное. Вот такая веселая мышца в нашем организме, которая дает нам возможность. Вот, грубо говоря, вот эта мышца, это наш пол, на котором мы стоим. Он под нами проваливается? Нет. Давайте общаться. Нет. Правильно. Для того, чтобы к нам подпрыгнуть, что нужно сделать? Замечательно. Вот я сейчас изобразил поток воздуха. Собственно, а вот потолок. Скажем, вот это наш головной резонанс. А вот дыхание. Вот опора. Вот диафрагма. Вот головной резонанс. Я в него уперся, и все. И никуда. И для того, чтобы мне его поддержать, я буду еще больше упираться, подталкиваясь, опираясь на диафрагму. Вот, собственно, столб дыхания, на котором всегда держится звук. И он не меняется, он не может быть таким, никаким. Его не надо толкать, подталкивать. Мы опираемся на него. Сейчас покажу, как это делается. И что такое нижнеребраное дыхание? Молодцы. Молодцы. Смотрите. Замно простое. Чтобы понять, куда же мы дышим, вы можете пускать и попробовать это. Потому что безумно просто. И не надо никуда ходить далеко к большим специалистам. Вот у нас ребра закончились. Вот. Поставили вот сюда пальцы под ребра. Стали, согнулись и сделали хороший, спокойный вдох носом. И вы почувствуете, как у вас это двинутся ребра. У вас немножечко разойдется живот. То есть не может быть дыхание. Поймите, у каждого человека свои особенности организма. Нельзя сказать, что ты набери дыхание вот столько, и это будет рано. Ах, этот ребёнок будет А вы знаете, у нас девочки нуты высокие, они такие тяжелые. Конечно, а где они будут легкие, если ребенок делает «мммм», все. И у нее уже вот здесь вот 30 кг в руках, ей надо эти 30 килограммов забросить наверх. Возможно это? Нет, невозможно, если вы такой не суператлет какой-то. То же самое происходит, вот вы вдохнули, подойдите кто-нибудь, чтобы понять, как это работает. Я вам покажу. Вы только у меня идите. Кому это очень интересно? Давай вставайте, вставайте, вставайте. Возьми меня вот здесь. Вошла, я сломаю, сломаю. Смотри, отдыхай, видишь, чуть-чуть, ну и вот. Что произошло? А все раздрюло. Я не усаживаю, я не гей. Здесь тоже разошлось, да? Но, понимаешь, я не делаю «шшшш». Есть разница? Да, большая. Есть. И вот вдох. Друзья мои, у вас не будет на сцене времени на вот такой «шшшш». Вдох. В основном мы используем либо дыхание носом, либо дыхание вдох. Очень редко смешиваем. Кому как вдох, как нет. То есть это опять сугубо индивидуально. Поэтому, для того, чтобы просто понять, как мы дышим, куда мы добираем, начните дышать вдохом. Но, фишка не в том, чтобы, простите за выражение, сопли втянуть, а сделать вдох так, вот приблизительно вот из этого места. Чтобы у вас, ваш вдох прошел. Сейчас просто включите свое образное мышление, потому что без этого, ну, никак нельзя понять. У каждого свои ощущения. Я могу вам подсказать, направить ощущения, но вы поймете и сами. Чтобы ваше дыхание прошло вот отсюда, вот по такой траектории, вот сюда. За секунду. Вот смотри. Вот сюда, если ты руку поставь, просто, вот просто положил так. Смотри. Вот что происходит. Есть ощущения, да? Вот. И вот что происходит со звуком, допустим. Что, громкий звук? Нет. Но он на опоре, он в позиции. А если я возьму микрофон, это будет мясо. Какое он, хорошее мясо. Понимаете, что не надо кричать. Вот я только сейчас вот отпустил дыхание, опору. Вот, вдох. Чувствуешь, что я его держу все время? Вот. Вот. А теперь сам вот возьми, вот так вот согнись. И возьми, пожалуйста, вот так вот из этого места вдох носок. Давай. Медленный вдох. Вот. Чувствуешь, как? Вот. А теперь просто выпрямляйся. Вот ты выпрямляешься, это все осталось, и твоя опора осталась. Вот. Дальше. Что происходит? Я не говорю о том, что ни в коем случае мы не находимся в состоянии зажатости такой. Мы вдохнули. Нет, вот такого не происходит. Вам надо будет просто понять, как это работает. То есть проследить за тем, чтобы вы просто правильно делали вдох и правильно отпирали. Отпирали в нужный момент. То есть не надо там взять, все, и мы пошли как роботы, и все, и держатся, все, и я не отпущу. Нет, такого не происходит. Просто сам процесс, когда звук мы уже поставили, и мне когда нужно забросить его еще выше, я просто в этот момент делаю тверже опору. Ну, не постоянно держу, а только в этот момент. А вот смотри. Давай, смотри. Вот, выпрямляю организм, спокойный, расслабленный. Видишь, три раза я сделал опору добавил. Все. Но я же не стою вот так вот. Вот как работает опора. Я понял. Теперь я вам очень советую встать и попробовать. Серьезно. Потому что то, что я вам говорю, это одно. Это два глобода. Да, все. Вот, 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 почувствуйте вот низ ребер. Здесь впереди и здесь сзади. Сгибаемся просто вот, чтобы вам было удобно. И спокойный, 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 такой достаточно долгий вдох носом вот по такой траектории. Просто вот вдохните, как, вот, не знаю, ну, как цветок, вы вдыхаете аромат, я не знаю, вот так вот детям объясняют. Нет, вставать не надо, вы сначала вдохните, почувствуйте, что вот эта вот часть у вас, так вот, как крылья разошлось, а потом уже поднимаетесь. Есть? У кого нет, попробуйте не пирать. Потому что вот в этом состоянии, как бы, вот в этом состоянии нужно стремиться, когда вы находитесь просто вот в обычной среде. Я так уже просто в жизни дышу. Когда вы перестраиваетесь, надо понять еще одну очень важную вещь. Невозможно приходить на занятия к педагогу, делать какие-то упражнения для того, чтобы выстроить аппарат, а потом уходить и, например, разговаривать по-другому. Ну вот так, например, мы устраняем на собой какой-нибудь призыв. Потом enters сюда. Вот так. ано, поможет. İnстатик.